Испытать себя, выполнить комплекс готов, труду и обороне и побороться за медали приехали представители 24 муниципальных образований. Хасанский округ представляли семьи Яровых и Путиловых. С открытием фестиваля семейные команды поздравил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Куснецов. Он же дал старт соревнования. В составе каждой команды выступали мама и папа от 30 до 40 лет и ребенок в возрасте от 8 до 11 лет. Состав нашей семьи состоял из меня, моей жены, татья Татьяны и сына Вячеслава. Мы не могли отказаться, так как, в принципе, я считаю, наша семья достаточно спортивная. Хоть мы и занимаемся, в принципе, для себя непрофессиональным спортом, так скажем, но мы поддерживаем данные мероприятия и всегда участвуем. Семья Яровых, как говорится, на спорте. Александр с юности занимается волейболом, Татьяна активно посещает фитнес-тренировки, а их сын – воспитанник секции каратэ. Но ГТО – это не узконаправленный вид спорта, а комплекс различных упражнений. Так, командам предстояло выполнить нормативы по подтягиванию из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон вперед – из положения стоя на гимнастической скамье, подъем туловища – из положения лежа на спине. По итогам семьи, представляющие Хасанский округ, заняли седьмое место. Я считаю, что для нашего уровня мы справились неплохо. Дело в том, что сейчас я уже побывав на таком мероприятии, могу с уверенностью сказать, что ГТО в жизни обычного населения – это становится отдельным видом спорта. От семьи Путиловых и от семьи Яровых хочется выразить слова благодарности администрации Хасанского муниципального округа за приглашение управления спортом, за то, что они дали такую возможность поучаствовать в таком замечательном мероприятии. Организаторы фестиваля подготовили для участников не только спортивную, но и культурную программу. Дети и взрослые в свободное от соревнований время ознакомились с интересными книгами, играли в настольные игры и активно участвовали в различных викторинах и конкурсах. Виктория Беляева, Владислав Евдекимов, Новости Славянки.